всем доброго дня вы на канале в гостях лунатки рукоделки и сегодня мой очередной отчет по работе от dimensions японский садик я уже как видите между прошлым отчетом и этим вышила достаточно много потому что прошлый отчет я сделала когда вот этот фонарик вышила и все и сейчас вот видите уже у меня половина картины готова и я начала уже следующую половину вышивать уже мостик пошел мостик пока без бэкстича вот очень получается красиво не знаю уже так ну вроде и вот сейчас в кадре все видно картину немножко сбоку но по-другому я не помещу очень нравится мне результат то что получается она красиво она такая знаете вот яркая сочная и вот от жизни не отличается в принципе если так вот и смотреть не совсем и близко подходить как любят вышивальщицы до подойти впритык недавно выставка была и тоже что мы лукас и другие производители выставляли свои отшивы и тоже так интересно и я такая же и девчонки подходят прямо вот прямо нужно эти крестики эти стежочки рассмотреть вот и все так делают но если так вот и издалека смотреть то очень очень реалистичная вообще красиво здесь у меня уже на этой половине кроме мостика у меня есть бэкстич все уже готово осталось только вторую половину сделать потихоньку конечно сижу и голубая очень нравится мне вот эта часть вот не взяла ножнички но взяла с собой нить-обдеватель и скажу что вот это вот часть вот мне нравится зелень не знаю тут это полукрестики в основном и почему-то мне очень нравится такой эффект как на заднем плане тоже присутствует здесь объемность конечно не знаю как у них получается создать такой эффект работа в основном же вышивается вся в две ниточки а там где полукрестик там есть там одну в две четыре ниточки вот и даже там где вот просто крестики да вот допустим вот сакура все равно вот эта объемность может быть за счет игры цветов именно там где-то светлее где-то темнее но получается как вот такую объемное не знаю но очень очень мне нравится то что получается вот такие меня на сегодняшний день дела с этой работой сейчас сниму наверное ближе вам покажу я уже знаете уже не снимаю видео давно и это было как это делается вот они ближе это у нас цветы трава вот немножко воды мы здесь зацепили этот вот фонарик это вообще отдельно такое не знаю настолько реалистичный и знаете вот когда он начала вышивать вот его отражение в воде ну я не смотрю на картинку когда вышиваю то что получится просто вышиваю там и забыла я про это отражение вышиваю думаю что они тут еще такое придумали в воде а потом смотрю фонарик и ну вообще конечно потрясающе такое цветы и вот эти вот ну не скажу что легкая работа но она затягивает очень затягивает конечно долгий процесс вот она сакура сейчас я взяла вот этот лист тоже здесь вот сакура у меня уже началась будет а потом самое вкусное для меня это водоем сам вот эти вот лилии которые тут не лилия кувшинки извините будут вот самое такое для меня вкусное я оставила на последок ну красиво мне нравится то что получается очень и очень очень и очень таких определенных чтобы сложности я не вот не на ну не натолкнулась в этой работе какая-то путаница чтобы было там еще что-то абсолютно нет все понятно все видно получается вот схема и почти четверть я уже вышила от этого листа не ну получается то вверх видите почти четверть сразу закрашиваю потому что ну неудобно мне сделала копия этого этой схемы сразу закрашиваю так она как-то вот лучше иду от свет за цветом цвет за цветом по цветам вышивать и так мне проще чем допустим сейчас возьму вот символ м буду его сделаю вот пока его видно да потом зашью все что между ними дальше 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 то есть вот так вот не парковка я просто по цветам и ничего страшного там нет единственное что я когда только-только начала вышивать я уже об этом говорила я начала без заводы ну маркером не зачеркивала в схеме а просто вот и потом поняла что я так запутаюсь потому что очень большая мешанина там символов и так конечно намного удобнее поэтому я пошла сделала с трудом нашла где сделать копию схемы у нас и сделала и вот стала зачеркивать намного конечно проще уже не высчитываешь ничего просто вышиваешь такими слоями и все вот это вот трава здесь бэкстич бэкстича кстати мало вот в основном вот тут немножко видите на траве вот здесь вот маяк да и немножко вот ну крона деревьев они бэкстичем сделаны и чуть-чуть вот здесь вот веточках вот и самое большое количество и выкладная нить будет на самом мостике а так я не сказала бы что здесь много сильно там бэкстича так уж его и много вот такая у меня работа очень мне нравится сняла я уже для вас специально с рамы потому что вот таким вот образом она у меня уже завернута на раме но так как я не снимала вам не показывала вот эту половину уже мне совесть мучает думаю надо снять девчонкам показать потому что все-таки ждете и кому интересно вот если смотреть из всех кустарников мне вот тут вот нравится больше всего вот эти вот такие кустарники не знаю что там за цветочки знатоки цветово но за расскажите и напишите что вот это вот за цветочки здесь что я в цветах не сильно и очень интересно вообще и вот это вот что это за цветы если вообще можно так распознать задачку такую поставила да вот вот такая вот у меня на сегодняшний день работа и продвижение хотела взять немножко отдохнуть и мишек вот новогодних которых я в прошлом году вышивала три штучки вышила и три мне осталось но не могу найти потеряла где-то этот набор и и все не могу его найти все перерыла все свои запасы все нету нигде так я прямо в таких расстройствах но ничего следующее видео я сниму покажу вам еще две работы маленьких которые я хотела бы вышить в промежутке и также сделаю обзорчик этих двух маленьких наборчиков вот она такая сакура японский садик рекомендую всем кто любит вот такие сюжеты берите вышивайте не бойтесь никаких сложностей вышивается но легко но засмактывает засасывает как это сказать эта работа и просто вот сидишь и все настолько она вот прямо забирает на себя и не отпускает абсолютно даже вот если отвлекаешься что-то другое вышиваешься но думаешь об этой работе и хочется быстрее закончить быстрее конечно не получается но как получается будет очень красиво и она конечно вот так вот большое вам спасибо всем за внимание всем шустрой иголочки ровных крестиков послушных бисеринок всегда улыбайтесь мечтайте пусть ваши мечты сбываются и детки будут здоровыми всем пока 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 ставьте лайки не забывайте и как и Продолжение следует... Продолжение следует...